Здравствуйте, в студии Александр Кошапов, и мы поговорим о рекламе в соцсетях и о том, как можно заработать на своей базе друзей в соцсетях, о том, почему у нас в России телереклама скучная и неинтересная, а интернет-реклама довольно-таки творческая. И я представляю своих гостей. Это гендиректор агентства Green PR Дамир Халилов. Добрый день. Юрий Вайсман, гендиректор агентства Artex Internet Solutions. Приветствую. И Руслан Один, креативный директор компании Bingo Boom. Мы сегодня все четвером будем обсуждать интересные темы и призываю всех слушателей звонить по телефону 65 10 99 6, код города 8495, либо пишите на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. И сразу задаю вопрос уважаемым слушателям, считаете ли вы рекламу на сайтах и в соцсетях правильной, креативной, интересной, какая реклама вас цепляет и не проматываете ли вы ее, не отключаете ли вы ее, мешает ли она вам. Все это можете писать на сайте finam.fm, либо рассказывать об этом по телефону. Итак, число пользователей в Facebook перевалило за миллиард. Вконтакте в России за 100 миллионов. Большую базу подписчиков хотят использовать бизнесмен. Они нанимают целые отделы для продвижения бизнеса в соцсетях. Насколько это успешно? Как делать так, чтобы пользователи не проматывали рекламу, как по телевизору переключают каналы, и как самим пользователям продвигать себя в соцсетях? Все эти вопросы мы будем обсуждать в течение часа в программе Paradox и будем рассказывать о том, как это можно сделать. Тоже в течение этого часа в первой, во второй, третьей, четвертой четверти нашей программы. Итак, насколько сейчас можно... Вопрос всем гостям, кто хочет, тот и отвечает. Насколько сейчас можно говорить о том, что реклама в соцсетях — это отдельный бизнес, который уже требует действительно отдела, целого персонала, нескольких людей. Насколько это живые люди, то есть уже речь, я так понимаю, уже не идет о бот-рассылках. Ты покупаешь базу и автоматически идет по почтовым адресам или по аккаунтам в соцсетях. Как вот сейчас можно уже говорить о состоявшемся явлении? То есть отделы по продвижению бренда в соцсетях? Ну, давайте отвечу я. Да, Дамин. Да, на мой взгляд, в первую очередь нужно говорить о том, что социальные сети, реклама в социальных сетях — это вообще отдельный пласт. Отдельный, в первую очередь, с поведенческой точки зрения. То есть здесь, ну, современный человек, он перегружен рекламой, огромное количество в итоге антирекламных фильтров, он видит рекламу и просто не обращает на нее внимание. Например, на сайтах есть такое понятие «банерная слепота». Человек заходит и не видит рекламу. В соцсетях можно отключить? В соцсетях вообще немножко другой формат. То есть мы человеку открыто в большинстве случаев ничего не рекламируем, мы даем ему интересное общение, мы даем ему интересный контент, который снабжен, соответственно, уже какой-то там промо-информацией, ссылкой на продукт, его фотографией, его дополнительными какими-то данными по нему. Вот, человек вступает в наше сообщество, он получает там то, что интересно конкретно ему. Но периодически также он получает, скажем, наши новости. И здесь обязательно, то есть если говорить об отделе, то должен быть либо выделенный человек, либо отдельный отдел. Почему? Потому что классические подходы рекламы здесь не подходят. Если мы будем публиковать пресс-релизы, если мы будем публиковать рекламные баннеры, человек просто на них не обратит внимания. Вот, поэтому нужно учитывать специфику восприятия. Для каждой соцсети она своя. Например, во ВКонтакте люди не воспринимают информацию без графики. На Фейсбук хорошо работают там различные инфографики. Фотографии котиков. Ну, это такой универсальный контент человеческий. Запрещенный прием. Для человечества, в принципе. Поэтому, да, обязательно нужно учитывать. Ну, и с точки зрения бизнеса, безусловно, это уже огромный плац со своим большим оборотом реклама в социальных сетях. Так, Юрий. Да, ну, я бы сказал, что... Насколько это отдельная сила уже? Это точно отдельная сила. То есть, ну, в России более 60 миллионов человек хотя бы раз в месяц заходят в социальную сеть. Да, недельная аудитория, если не ошибаюсь, уже перевалила за 40 миллионов. Поэтому говорить как-то... Не выделять это в отдельный бизнес было бы неправильно. Я бы хотел сказать, что на самом деле вот эта самая баннерная слепота, и она преувеличена. Да, вот по опросам 90% пользователей говорят, что они рекламу не замечают. Ну, при этом, допустим, по статистике Яндекса 50% на рекламу переходит. Ну, может быть, Яндексу нужно отчитаться перед рекламодателями? Нет, нет, ну, есть вера Яндексу, есть вера в эту статистику. Да, тем не менее, соцсети, они накладут ограничения в том плане, что вы должны либо очень точно попадать своим сообщением в целевую аудиторию, либо делать что-то действительно интересное и вовлекать аудиторию. Да, в этом плане многие бренды пытаются не просто продвинуть себя, да, а все-таки пытаются построить некоторые тематические сообщества на уровне общих интересов. Да, ну, не знаю, как, к примеру, сообщество бегунов под эгидой Найка. Да, то есть не надо продвигать бренд кроссовок, надо продвигать культуру бега, собирать любителей, да, заставлять их общаться друг с другом и, скажем так, продвигать себя подобным образом. Или как вот у Red Bull есть вот эти гонки, точнее, полеты, прыжки в воду на сумасшедших. Да, да. Ну, другой все-таки подход, да, это все равно возможность, так называемая, прямой рекламы, да, когда мы пытаемся делать различные предложения, пытаясь максимально попасть в целевую аудиторию. Да, то есть понятно, что распродажа женской одежды, заточка на рекламу на женщин в мегаполисах в определенной возрастной группе, она будет иметь эффект, потому что в этой аудитории есть на нее спрос, да. Поэтому вот я бы разделил это все-таки на две составляющие, скажем так, прямая реклама, где нужно, необходимо вот попадать с интересными предложениями в целевую аудиторию, и реклама, где именно идет построение сообществ, где идет работа с аудиторием долгосрочная, да, без попытки продать что-то сразу, вот. Сейчас, наверное, есть проблема, хотя уже рынок стал гораздо более цивилизованный, когда пытались делать все одновременно и все равно смотреть только на какие-то такие быстрые отдачи. Конечно, социальные сети — это не контекстная реклама. Руслан, а у вас есть отдел? Нет, у нас, к сожалению, нет отдела. Один человек. Но вы в планах, я так понимаю, в планах создать. Нет, нет, смотрите, если говорить про бизнес, да, я удивлен, что я это говорю, а не мои коллеги. На мой взгляд, бизнес сам должен решать, насколько целесообразно, да, ему заводить такой отдел, но у агентств обычно гораздо больше ресурсов, опыта и инструментов для ведения соцсетей. То есть просто отдельным агентствам даешь заявку, и они этим сами занимаются. Многому бизнесу, да, будет более выгодно давать эти подряды для агентств, потому что у них гораздо больше именно опыта проведения таких креативных кампаний, чтобы это была не прямая реклама, а какая-то скрытая реклама, которую пользователи воспринимают гораздо лучше. Что касается баннерной рекламы, я тут тоже с вами не соглашусь, там, по моей статистике, которые, я считал, около 5% всего лишь блокируют, остальные смотрят. И баннерная реклама тоже не стоит на месте. В чем здесь помогли им соцсети? Очень сильно упростился таргет аудитории. Теперь люди пишут свои интересы, вступают в группы, и эта баннерная реклама чаще попадает именно в точку, она показывает то, что человек интересен. Руслан, я извиняюсь, мы обязательно продолжим и дадим вам слово через выпуск новостей и подробнее после новостей на Афинам.фм. Вот так быстро пролетела первая четверть программы. Итак, мы продолжаем программу, которая посвящена продвижению в соцсетях. Телефон 651099,6, код города 8495. И пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы Продокс со своими историями, предложениями, а также своим отношением к рекламе в соцсетях. И какая реклама вас цепляет, кстати, там. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Русланом Одином, креативный директор Бинго Бум. Он заявлял о том, что иногда не стоит нанимать целое дело у себя внутри компании, а стоит это давать на аутсорсинг. Привлекать агентство, да. Ну и я хотел бы поддержать Юрия в том моменте, что сейчас идет тенденция именно создания такого лояльного сообщества, которое бы так или иначе было связано с твоим продуктом, который ты предлагаешь. И если брать, например, нашу компанию, да, которая занимается букмекерским, лотерейным бизнесом, то мы не предлагаем прямую рекламу наших сообществ. Мы проводим там конкурсы на спортивные ставки, какие-то розыгрыши, выбери там лучшую ведущую и все такие различные вещи, которые расширяют нашу аудиторию, там повышают узнаваемость брендов и привлекают людей непосредственно в самые лотерейные букмекерские клубы. При этом просто прямая реклама, мне кажется, была бы неэффективной, и люди бы, скорее, был бы отток из этих сообществ, а не расширение. Вот этот парадокс, тот же Facebook, миллиард пользователей, то есть получается людей на планете всего семь, получается у каждого седьмого, каждый член семьи среднестатистической имеет профиль в Facebook. Однако сказать, что как-то вот можно реализовать свое предложение, причем любое в Facebook, кроме вот опять же картинки с котиком, нельзя. Вот странно опять же. Люди, может быть, изначально не воспринимают соцсеть как рекламную площадку, как площадку для того, что им нужно купить, приобрести, сдать. Они изначально, если им нужно реализовать какое-то предложение, либо что-то купить, они идут на профильные сайты. А Facebook, ну вообще соцсети воспринимают именно как вот развлекательный портал, не более. Ну не знаю, на мой взгляд, соцсети, Facebook в частности, это скорее ресурс, где можно получить информацию. И там, если брать, не знаю, три века назад люди получали количество информации за жизнь, равнозначное количество информации, получаемое в день сейчас. И это скорее как сарафанное радио, просто более модернизированное и развитое. Соответственно, тут есть возможность для продвижения своего товара. Ну, наверное, все-таки более развлекательного соцсети. Ну нет, мне кажется, в данный момент уже соцсети стали действительно таким источником получения информации в целом. То есть это уже перестало быть каким-то закрытым общением для своих друзей, как это зачастую было в начале. То есть даже, можно брать реальную статистику, более половины контента, которые потребители уже получают в соцсети, это уже не связано с его друзьями. Это различные информационные, развлекательные сообщества, сообщества брендов. Поэтому, на самом деле, на данный момент пользователи уже для него соцсети, разные соцсети в разной степени, но это уже действительно источник получения информации, времяпрепровождение. Понятно, что есть соцсети, где можно прекрасно посмотреть видео, послушать музыку. Опять же, где-то больше... Не будем говорить, как только соцсети. Ну, тем менее. То есть это соцсети давно уже перестали быть некоторым таким закрытым сообществом для общения друзей. Чисто друзей и зеркалом статусов друзей. Потому что вот сегодня только открыл ВКонтакте, пролистал, пробежал свою френд-ленту, вижу, что все занимаются перепостами, и именно вот, как вы сказали, сообществ, Юрий. То есть какое-то есть сообщество, там, умные мысли Пикассо, и вот перепосты этих умных мыслей, которые, естественно, там не имеют отношения к реальному персонажу, но это, скажем так, структурированное, профессиональное какое-то вычленение. Потому что, собственно, твои френды, твои друзья, они, возможно, не такие креативные. Поэтому друг друга занимаются перепостом. И вот в связи с этим, как вот простимулировать человека на перепост? Делать качественный и интересный контент. Все просто. То есть здесь вряд ли это какие-то стимулирующие механики. Просто люди делятся тем, что им действительно понравилось, тем, что им хочется, чтобы друзья тоже увидели. Поэтому нет, конечно, здесь преобладают именно развлекательные либо какие-то такие познавательные сообщества, которые просто интересны массовой аудитории. Люди с охотой делятся интересными, веселыми вещами. Ну, здесь я хочу добавить, что в классической социальной психологии выделяется несколько вообще таких стимулов, которые стимулируют человека передавать информацию дальше. Это, с одной стороны, желание показать какую-то свою индивидуальность. То есть, скажем, вот эта шутка подчеркивает его чувство юмора. Цитата великих людей показывает, что он, может быть, что-то читал из-за этого якобы. Вот, с другой стороны, это желание помочь. То есть, скажем, подборка каких-то материалов, которые, он считает, могут быть интересны его друзья. В социальных сетях, кстати, есть еще такая интересная штука, что многие люди делают репост для того, чтобы сохранить это для себя. То есть, человек делает репост 15 книг для, там, делового человека, и, сделав репост, ему начинает казаться, что он, ну, стал уже умнее, что он эти книги уже как бы прочитал. Вот, соответственно, ну, есть ряд категорий контента, которые отлично, которые отлично републикуются. Ну, к сожалению, к сожалению, это по-прежнему юмористический контент. Значит, несмотря на то, что есть такая тенденция, что люди в социальных сетях больше обращают внимание на познавательный контент, развлекательный, все равно, конечно, в топе. Доминирует. Да, с другой стороны, это подборки по определенным тематикам, то есть подборка, там, якобы закрывающая какую-то тему, там, лучшие видео, фильмы про привидения, там, ну и тому подобное. Вот, третье, это, опять-таки, отсылки к какому-то лайфстайлу, там, лучшие курорты мира, отели, рестораны и тому подобное. Десять шенгенских стран, где проще всего получить визу россиянину. Да. Зачастую, кстати, такой контент, скажем, оформляется в инфографике либо в другой формат контента и брендируется, то есть привязывается к определенной компании. То есть, например, издательство дает подборку 15 лучших книг по, не знаю, по продажам, но пять из них содержат ссылки на, скажем, сайт интернет-магазина. Интересно. Вот это уже интересно, конечно. И хотелось бы в связи с этим сказать, что вот есть исследование компании NetGate, а по их подсчетам на каждые семь новых профилей в соцсетях пять – это рекламные профили. То есть, возможно, настоящие люди, настоящие пользователи, не рекламные боты, но они заводят свои профили именно для рассылки соответствующего контента своим друзьям, своей базе. И, возможно, они этим занимаются ради себя. То есть, например, вот я журналист, фрилансер, хочу работать там на радиофинам.фм, хочу работать на газету Daily Telegraph, если мне там английский язык позволяет, хочу работать на какой-то телеканал. Я, соответственно, весь свой профиль в соцсети подбираю под то, что меня позиционирует как творческого работника, журналиста, носителя эксклюзивной информации и так далее. А вот если коснуться, как вы говорите, да, мир глубоко деловых предложений, то есть подборка якобы каких-то главных произведений 15-ти, о жизни или о любви или о провале какого-нибудь проекта, революции, то 5 из них содержат ссылки на издательство определенное. И, соответственно, вот пользователи, которые работают на ту или иную компанию, создают этот профиль, они тоже занимаются этим самым. То есть каким-то образом они посылают человека туда, куда он хочет, заинтересован. Ну вот этот вот подсчет на 7 реальных профилей людей, 5 рекламщиков. И, возможно, вот этот миллиард пользователей в Фейсбуке — это 400 миллионов рекламщиков. Рекламщики — это громко сказано, мне кажется. Там, можно сказать, вообще все пользователи участвуют в передаче рекламы, потому что мы так или иначе что-то пишем, повествуем о том, где были, выкладываем какие-то фотографии. Это же тоже скрытая реклама, если судить по этому отчету. Ну неосознанно. Если я там приехал из Таиланда, из Пхукета, я рекламирую, конечно, Таиланд, Пхукет, но, с другой стороны, мне Таиланд и Пхукет не платил за это. Не, ну здесь можно, главный принцип, да, там, где начинается такая активность, да, спамеры, боты, это означает, что реклама работает, да. Соответственно, появляется большое количество людей, которые пытаются это как-то монетизировать, да, но я бы здесь все-таки разделил, да, есть действительно активность такая автоматическая, когда различные компании пытаются создавать спамеров, тех самых ботов, да, некоторых несуществующих пользователей, которые автоматом создаются. Соцсети, в принципе, уже научились с этим достаточно хорошо бороться, да, большинство уже защищаются, там, через регистрации по мобильному телефону, через различные процедуры проверки, да. Есть вторая группа, да, когда действительно пользователи пытаются как-то очень сверхактивно продвигать свои какие-то там бизнесы, либо чужие на других каких-то условиях, и начинается активность, которая не приветствует, то есть такой спам, ну, от живых пользователей. Это тоже все чаще фильтрует за счет того, что все-таки мы ограничиваем коммуникацию между своими друзьями, да. И есть момент третий, который, ну, на мой взгляд, все-таки позитивный, то, что вот создали соцсети вообще как фактор, это возможность создания действительно некоторого личного бренда, действительно создания некоторой личной аудитории, которую можно в какой-то момент как-то монетизировать, зачастую не впрямую, да, вот именно создание как некоторого образа себя как эксперта в чем-то, либо, да, некоторые, ну, много блогеров, особенно в сети, допустим, живой журнал, создают свои профессиональные сообщества именно с целью того, чтобы заработать на рекламе фактически как СМИ, да, то есть я бы все-таки вот отделил тех самых ботов, которые, ну, действительно, по мере развития технологии просто соцсети научатся отфильтровывать. Да, вот именно то, что научились ботов отфильтровывать и породило вот эту армию профилей, армию живых людей, которые создают живые профили, но тем не менее занимаются тем же, что и боты, но только более целенаправленно, как вот вы уже употребили термин таргетирования. Здесь, кстати, хочу добавить, что и против вот этих живых людей, рассылающих рекламу, тоже есть у социальных сетей свой инструментарий. То есть если большое количество людей воспринимает этот контент как агрессивный, спам, рекламный и тому подобное, алгоритм Фейсбука, ну и других соцсетей перестает давать его в ленты его же друзей. То есть люди просто у себя в ленте и этот контент больше не видят. Кстати, есть подсчет, сколько спама в соцсетях, в частности в Фейсбуке, в Твиттере и в других соцсетях. Об этом мы поговорим через выпуск новостей. Напоминаю, что телефон студии 6510996, код города 8495. Пишите на сайт finam.fm на страничку программы Paradox. И напоминаю, гости нашей программы Дамир Халилов, гендиректор агентства Green PR, Юрия Вайсман, гендиректор агентства Artex Internet Solutions и Руслан Удин. Продолжаем программу. Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. Гость нашей программы Руслан Удин, это креативный директор Bingo Boom, Юрий Вайсман, гендиректор агентства Artex Internet Solutions и Дамир Халилов, гендиректор агентства Green PR. Количество спама в соцсетях выросло за полугодие почти на 400%. Об этом сообщается в исследовании NetGate. Рекламным сообщением является каждое двухсотое, то есть полпроцента. Это в среднем. По последней оценке Twitter количество спама, которое шлют пользователи, составляет полтора процента. В Facebook уже внушительные цифры. Четыре процента всех сообщений в соцсети попадают под понятие спама. В целом через мобильные программы рассылкой рекламы занимаются более пяти процентов приложений. То есть вот растет это число. Тем не менее, есть механизмы, которые уже научились отсеивать не только ботов, роботов, которые шлют непосредственно рекламу, но и живых пользователей, которые занимаются якобы рекламкой. Но я так понимаю, сейчас можно уже поговорить о том, какие можно формы использовать для того, чтобы продвинуть свой бренд, чтобы пользователь не отключал, чтобы не проматывал, не блокировал. Кстати, отдел, если брать Facebook, где они вычисляют пользователей, которые занимаются рекламой. То есть я так понимаю, какие-нибудь там революкательные материалы, где, может быть, ненавязчиво есть название компании. Не надо забывать, что соцсети, они все-таки коммерческие организации. Здесь тоже не надо строить иллюзии. Поэтому они делают все для того, чтобы без их ведома и без их дохода рекламы тоже не было. Поэтому это даже не только какая-то защита пользователя от какой-то навязчивости, но это и стимулирование собственных доходов, чтобы не было возможности как-то рекламироваться в обход. В итоге, наверное, все выигрывают. Я бы хотел заметить... Или никто не выигрывает. Или никто не выигрывает, да. Я бы хотел заметить, что мы в Артиксе больше занимаемся рекламой, направленной на продажу. Поэтому нам сейчас тренд, который нам нравится в соцсетях, это то, что соцсеть становится площадкой. Да, но все чаще мы можем использовать гораздо более широкие данные о пользователе. То есть, повторюсь, чем более точно мы попадаем в аудиторию, в ее желания и потребности, тем, на самом деле, более пользователь лоялен к этой рекламе, да, и более охотно взаимодействует, переходит на сайт, в группу. Вот. Поэтому большинство соцсетей, они уже дают возможность использовать не просто данные о пользователе, сколько ему лет, возраст, кто его друзья, но использовать... Социальный поиск, вот опять же, тот же Facebook запустил граф. Да, вопрос даже не только в социальном поиске, вопрос даже и в поиске за пределами соцсети. То есть, мы знаем, что пользователь в данный момент, допустим, интересуется брокерскими услугами, да, но соцсеть, в данном случае, выступает как площадкой. Никак не связано, человек может в данный момент смотреть котиков, да, но мы, зная то, что пользователь заинтересован в финансовых услугах, можем делать ему соответствующее предложение, да. Те же самые возможности, как ремаркетинг, да, когда мы можем, зная, что человек был на нашем сайте, смотрел, там, подбирал себе сапоги, платья, кроссовки, мы можем в соцсети его догнать, напомнить о том, что у нас все еще продаются эти кроссовки, либо сделать какое-то специальное предложение, чтобы вернуть пользователя на сайт. Если это мужчина выбирал платье, то ему реклама в поддержку ЛГБТ-сообщества. Есть еще даже более интересные механики, то есть сейчас, так как каждый из нас в соцсети идентифицируется по имейлу и по сотовому телефону, компании, ну, разумеется, если у них есть соответствующее разрешение от пользователя, могут рекламировать исключительно свою аудиторию, да, то есть, допустим, компании, которые продают автомобили, могут напоминать спустя два года через соцсеть пользователям о сервисе, да. Сейчас модная вещь, как мобильная реклама, соответственно, Да, где там вообще от рекламы нельзя отключиться. Да, но мы при этом можем, опять же, если мы знаем, что это наш клиент, мы можем стимулировать и установить наше приложение, да. То есть, повторюсь, это все повышает эффективность и для компаний, да, с одной стороны. С другой стороны, это менее раздражительно для пользователя, потому что эта реклама соответствует ему, его потребностям, его реальным интересам, да, и это тоже стимулирует то, чтобы пользователи, во-первых, меньше раздражались, то есть, во-вторых, больше кликали на рекламу, да, больше взаимодействовали с брендами. Кстати, а если немножко отойти от соцсетей, насколько вообще сейчас обоснованно надеяться только на соцсети, с учетом того, что аудитория людей, которые сидят в соцсетях и не выходит оттуда, и которые смотрят в соцсетях все, от фильмов до рекламы, и заканчивая возможности посещения всяких магазинов, насколько стоит все-таки надеяться на это? Насколько стоит забывать про наружку, про телерекламу, радиорекламу, листовки? Ну, на мой взгляд, это миф, что вот социальные сети заменяют все, телевидение и все остальное. Нет, на самом деле это не так, никуда аудитория с телевизора не ушла, ну, есть, возможно, какая-то стагнация, тому подобные вещи, но люди там есть. То же самое с наружкой и так далее. Другой вопрос, что социальные сети дали ту возможность, те возможности, которых никогда не было в классических медиа, это как раз то, о чем много раз вспоминали коллеги, таргетирование, когда мы можем выйти на аудиторию шахтеров из Донецка, там, старше 40 лет, любящие играть в бильярд, да, и работать непосредственно с ними. Такой глубины не давал ни один другой. Второе, это вот этот формат сарафанного радио, то есть по телевидению человек увидел, рассказал жене, да, соседу. В социальных сетях человек нажатием одной кнопки делится там в среднем со 150 своими друзьями, да, соответственно, идет волна контактов, и в итоге зачастую это как раз формат социальных сетей, мы сделали что-то, что дало очень широкое распространение. Но автономно в большинстве случаев все-таки этого недостаточно. В идеале, конечно же, это плотно, крепко встроенная в общую маркетинговую стратегию работа в социальных сетях. Вот я тоже думаю, что соцсети вообще на них рассчитывать, только на них рассчитывать это преступно, это можно смело хоронить тогда свой бизнес, да, Руслан? — Соцсети — это всегда были как один из инструментов продвижения. — Не более. — И просто в современном мире уже практически непозволительно бизнесу не иметь какое-то представление в соцсетях, но, опять же, есть множество бизнесов B2B, которым, в принципе, это не надо в целом. А если говорить о нашем бизнесе, то, конечно, это лишь как один из инструментов. — Вот даже вот, опять же, возвращаясь к колоссальной базе Фейсбука, миллиард пользователей, сказать, что они вышли на прибыль какую-то сама, сама соцсети, тоже нельзя. У них растут какие-то показатели отдельные по той же мобильной рекламе. Сам Цукерберг формально является миллиардером, его подчиненные тоже неплохо зарабатывают, но говорить о том, что, во-первых, по-моему, после размещения акции не вернулись на цены размещения, до сих пор торгуются ниже цены размещения. — На 20% выросли от цены размещения. — После размещения, да, но сколько прошло после, больше года, да? То есть первый месяц после года так вообще был провал полный. И считалось, что размещение в Фейсбуке считалось очень долго неудачным, и Твиттер сейчас никак не может разместиться так, чтобы не повторить ошибок Фейсбука, чтобы, не дай бог, акции не продавались ниже стоимости. То есть вот эта вот база колоссальная и возможность таргетировать все-таки людей, оно не так себя оправдывает. Не нужно забывать о том, что не все сейчас удаленно работают. Большинство людей все-таки выходят на улицу, смотрят, едут в метро, смотрят, читают рекламу, встречают гастарбайтеров, которые раздают им эти листовочки с указанием, вон там магазин цветов, сходите туда, опять же реклама едущая. Вот у нас здесь возле работы, может быть, видели на велосипедах рекламу, вот это все, ни в коем случае нельзя рассчитывать только на соцсети. Ну, разумеется, нельзя, да, скажем так, без них уже сложно обходиться, хотя есть целый спектр компаний, которые это нужно очень слабо, да, особенно компании из B2B, да, компании из малого бизнеса. Хотя есть пример малого бизнеса, который живет только в соцсети, особенно то, что касается различных женских сообществ по продаю. — Да, такой онлайн ритейл, который вот, да, это такой магазин одного человека, который вот для него соцсети способ, единственный способ такой полубесплатной рекламы. Но в целом, знаете, помните фильм «Москва, стыдам не верится», когда вот этот папаша, не состоявшийся, утверждал, что вот пройдет 30 лет и останется, не будет ни театров, ни газет, будет только телевидение, да. Поэтому понятно, что в момент какой-то определенный был ажиотаж, что вот скоро будет только интернет, потом было, что скоро будет только Facebook, вот. Но, тем не менее, Facebook явно его создатели не заслуживают сожаления, потому что сейчас все-таки действительно у них все хорошо, и тренд очень позитивный. У соцсетей есть определенная сила, про которую, может быть, конечно, слишком технический момент, но основное, с чем сейчас связывают надежды, да, в соцсети это некоторый способ вас идентифицировать везде. А вот этого я не хотел бы, вот вообще, честно говоря. Я иногда удивляюсь, как люди где, куда они появились, особенно, я так понимаю, очень тяжело отключить эту опцию на мобильных устройствах. То есть, если с ноутбука выходишь, еще ладно, Facebook не может понять, где ты и что ты. А когда человек, вот даже не чекинясь, проходит мимо какой-то таверны, и тут сразу френд ленте, что вот у тебя Наташа Денюшкина мимо таверны прошла, она там. Ну, тем не менее, да, то есть, всем понимаем, что сейчас современный пользователь, он, у него есть телевизор, компьютер, планшет, мобильный телефон, рабочий компьютер, да. То есть, я бы сказал, вся интернет-реклама нынешняя построена на том, что мы пытаемся сформировать некий профиль пользователя, понять его потребности, его специфику, и показывать ему, таргетировать рекламу именно исходя из этого, да. Ну, из-за того, что пользователь присутствует на большом количестве устройств, нам сложно его, то есть, вы сегодня, опять же, на работе искали себе условия депозита, а потом дома сидите с планшетом, да, и мы ничего про вас не знаем. Вот именно соцсети, да, начинают играть ту функцию связующего звена, потому что человек и на планшете сидит в Фейсбуке, и на рабочем компьютере сидит в Фейсбуке, да. Поэтому это, на самом деле, один из драйверов роста и доходов в соцсетях, и вообще их оценки и перспективы, да, то есть, в чем, допустим, сила мобильной рекламы Фейсбука? Вы сидя на телефоне, но реклама вам покажется, исходя из того, что всего, что Фейсбук знает о вас, не только того, что вы делали на мобильном телефоне, да. Поэтому, да, это некоторое футуристическое будущее, когда, да, в какой-то момент... Большое ухо знает, где ты что-то сделал, большой глаз, большой брат. Кто-то к этому относится позитивно, кто-то, конечно, с таким страхом и скепсисом, но на данный момент очень мало таких глобальных компаний, которые действительно могут вас между устройствами идентифицировать, да, потому что, опять же, вся сила интернета в том, что мы все про вас знаем, можно максимально точно показывать рекламу и следить за ее эффективностью. То есть все про анонимность в интернете можно забыть. Так вот мы незаметно пришли к этому главному вопросу о том, что все уже не скроешься за никами, за какими-то прозвищами. Даже пол нельзя изменить. Я бы не назвал это вот отменой анонимности. Социальные сети, по большому счету, вы не нужны. И социальные сети нужны ваши пристрастия, особенности и тому подобное. То есть для нее вы не человек, а вот потребитель рекламы. Вот, поэтому никто не собирает там вот конкретно о вас, вот как об этом человеке, досье, хотя, ну, кто его знает на самом деле. Конечно, нет. Слово предоставляется Сноудену, да? Есть даже такое понятие, Facebook — это ФСБ. Хорошая шутка, надо запомнить, кстати. Вот, и, соответственно, вот эти данные собираются, и, ну, они не обрабатываются в таком персональном формате. Просто ставится галка, что вот этому условно, да, очень условно, этому человеку теперь мы будем показывать такую рекламу. Вот, кстати, пример YouTube хотел бы вам напомнить. Вроде тоже соцсеть, но абсолютно другая, не то, что мы привыкли видеть. Ни ВКонтакте, ни Одноклассники, ни даже Twitter, ни Facebook. Тоже социальные сети. Так вот, там, если какой-то популярный ролик, либо какой-то популярный исполнитель клип, там ты его не сможешь просмотреть, не просмотрев рекламу перед этим. Причем возможность пропустить рекламу или перемотать рекламу, она не на всех роликах рекламных есть. То есть где-то нужно 5 секунд рекламы посмотреть, где-то нужно всю рекламу посмотреть. Вот, я так понимаю, YouTube своей уникальностью, он заставил прогнуться, в том числе и пользователей, смотреть рекламу и так или иначе воспринимать информацию. Потому что мы, не желая пропустить начало этого ролика, мы обязательно всю рекламу просмотрим и прослушаем. Через 5 секунд начнутся новости, а через полторы минуты мы снова присоединимся к программе «Парадокс». В эфире программа «Парадокс». Меня зовут Александр Кошапов, гость нашей студии Дамир Халилов, гендиректор агентства «Грин Пиар», Юрий Вайсман, гендиректор агентства «Артикс Интернет Солюшенс» и Руслан Один, креативный директор компании «Бинго Бум». Еще раз всем здравствуйте, у нас еще есть четверть программы. Мы эту четверть продолжаем посвящать теме того, как сделать так, чтобы пользователи не проматывали рекламу, как по телевизору переключают каналы, и как самим пользователям продвигать себя в соцсетях. Выход один — делать креативные вещи. Ну, на самом деле, для продвижения пользователей, их сообществ каких-то, всегда единственное правило, на мой взгляд, — это контент. Интересный контент. Оригинальный, интересный, своевременный, цепляющий, какие-то дополнительные возможности для пользователей, там, не знаю, приглашения, еще что-то. Но всегда на первом месте стоит контент. Уже инструменты различные по привлечению, распространению этой информации, они будут. Конечно, определенную роль играет там звездный статус какой-то, да, блогера, или какая-то актуальная шутка, например, которую заретвитило 500 человек. Но обычно это 7-минутные такие восхождения. А чтобы привлекать пользователей на постоянной основе, надо на постоянной основе давать ему оригинальный контент. По-другому он не будет держаться. Я так понимаю, еще вот сам пользователь, если себя продвинул в интернете, в соцсетях, тоже нельзя ограничиваться этой славой. Нужно выходить на другие формы, на то же телевидение, на ту же наружку, на те же листовки. Потому что одно дело, когда компания делает большую ошибку, зацикливаясь на соцсетях, то и сам пользователь, если он вдруг стал, ну, ролик какой-то сделал, стал мгновенно известным, даже тебя везде ретвитят, везде занимаются репостами, нужно, если ты хочешь, конечно, делать на этом деньги, нужно, если ты хочешь, конечно, продлить эту минуту славы, нужно выходить на другие формы. Потому что интернет со своей скоростью, со своей стремительностью, он может быстро сделать тебя знаменитым, популярным, возможно, даже в какой-то мере богатым, но он также быстро заставит тебя и пользователей остальных забыть о тебе. Нужно гораздо чаще напоминать о себе, чем на других платформах. Ну, я тут, наверное, не соглашусь. Мне кажется, в рамках интернет-поля есть персонажи знаменитые, которые выбрали свою стезю, так сказать, и делают контент в этом направлении, и привлекают только им. Я не знаю, какие-то обзоры, например, видеороликов на YouTube, популярные блогеры из топ-10, LiveJournal, которые не особо активно выходят... В других сферах, да. В других сферах, да. При этом очень активно развиваются и имеют огромную аудиторию. Я соглашусь с Русланом, потому что на самом деле порог на вход очень вырос. То есть если раньше можно было достаточно быстро поймать модный тренд и на нем набрать большое количество читателей и подписчиков, то сейчас уже есть толпы определенные, которых как раз гораздо тяжелее скинуть. Понятно, что им нужно постоянно генерить новый контент, поддерживать аудиторию, но у большинства есть уже достаточно большой пул сформировавшихся блогеров, таких онлайн-селебрити. То есть как показать, уже по многим мероприятиям, да, есть такое понятие пресс-тур, да, когда компании или государственные организации приглашают представителей пресса для освещения чего-нибудь. Теперь уже долгое время существует такой же блогерский тур, да, когда приглашаются известные блогеры, потому что их аудитория зачастую уже не меньше. Аэрофлот, мне кажется, отличный пример сейчас, активно не использует это. Новый обед в бизнес-классе, 20 блогеров, такая система. Росатом, блок-туры на атомной инстанции. Да, интересно. И мне кажется, найдутся такие люди. Нет, находятся, потому что для этого... Многие блогеры превратились в таких фактически журналистов, да, но просто они это дают именно под своим углом, как личное мнение. Это вот то, чего не было до социальных сетей. То есть понятно, что очень много известных блогеров — это люди, которые известны и за пределами этих самых соцсетей. И проживут без этих самых соцсетей спокойно. Да, но тем не менее есть большое количество селебрити, которые стали известны только внутри соцсетей, да, либо те пользователи, у которых уже известность и их аудитория в соцсети больше, чем где-либо, да, потому что, на ОРТ попасть тяжело, да, даже на радиостанцию не всегда просто, а интернет, он в этом плане, если ты будешь делать действительно качественный контент, поднимать интересные темы, люди потянутся. Здесь хочу, кстати, еще дополнить, что в каком-то смысле, наверное, у нас сейчас такое уникальное время, что изначально лет 8, там, 7-8 назад YouTube брал контент с телевидения. Была куча роликов, сериалов, фильмов, тому подобное. Сейчас идет обратный процесс, что телевидение берет контент из социальных сетей, есть программы, где транслируются видеоблогеры, есть журналисты, которые берут инфоповоды из непосредственно... Вот мобильный репортер бесконечный. Да, да. Огромное количество постов в Twitter, которые стали прям новостями федерального масштаба. Там вот этот скандал с Минобороны, девушка сняла в магазине, Шанель в Столешниковой переулке, все СМИ об этом написали. А здесь, наверное, все-таки плюс не соцсетям, а минус федеральным СМИ, которые слишком увлеклись в подборе новостей для своих зрителей. То есть они слишком увлеклись отбором этих самых новостей. Вот это мы даем, а это мы не даем. Этому мы даем слово, а этому не даем. В результате Навального бы не было, если бы не было соцсетей. Я так правильно понимаю? Потому что на федеральные каналы ему доступ был закрыт, и, по-моему, закрыт до сих пор. Но только благодаря соцсетям и нишевому дождю все узнали о Навальном, и этот человек едва ли, чуть ли не стал мэром этого города. Ну, давайте, все-таки вопрос не в отборе, наверное, не только в отборе, но и в скорости, да, и в объеме, да, потому что традиционные СМИ выстроены через корреспондентов, журналистов, определенную... Водителей, пробки. Да, определенную цепочку, да, а соцсети, они дают возможность участвовать в процессе всем, да. Это вопрос зачастую именно в скорости и в количестве этих самых корреспондентов, которые фактически равно количеству пользователей в этих самых соцсетях. Ну, смотрите, очень интересный пример. Сейчас LifeNews запустило приложение для айфона, где любой человек может стать журналистом. То есть, произошел инфоповод, они размещают в приложении, нам нужно видео, самолеты с 20 миллиардами евро, которые нашли в Шереметьево. Вознаграждение 100 тысяч рублей. И пользователи шлют свой контент, и уже редакция там апрувет и перечисляет сразу деньги на счет. Ну, а Рамшута знает это все. Он это все знает, он молодец. Ну, у него и так все продвинулось. Я так понимаю, у него и так есть возможности выхода на видеокамеры, возможности выхода на скорую помощь, на вот эти службы спасения. Почему? LifeNews узнает первым обо всем всегда. Однако здесь это не всегда, а, скажем так, хорошую службу оказывает, потому что иногда преждевременные выводы, они репутацию портят этого СМИ, в том числе и LifeNews, потому что мало случится, нужно еще это интерпретировать правильно. Ну, кстати, здесь даже в какой-то степени есть некоторый обратный тренд. Достаточно действительно все-таки профессиональные СМИ, они гораздо более даже не столько профессиональны с точки зрения генерации контента, они гораздо более последовательны с точки зрения отбора новостей, их проверки, подтверждения. Вот скорее подтверждение. Вот здесь главный плюс. То есть если кто-то сказал, то это действительно кто-то сказал. И еще хочу добавить, что вот на этом пересечении онлайна с оффлайном есть тоже неприятный тренд, что все больше блогеров становятся ангажированными. То есть если еще несколько, ну, скажем, лет пять назад доверия к благосфере было больше, и к социальным сетям больше, чем к СМИ, то сейчас уже огромное количество блогеров, имеющих постоянный ангажемент, есть большое количество компаний, которые там, ну, периодически приходят там, скажем, к блогерам и прочим. То есть их посадили на зарплату, вот Руслан сказал. В принципе, это логично. Ну, то есть как могло бы быть другому, если у них есть аудитория, всегда есть заинтересованная группа людей. Но при этом нет фильтра. Нет фильтра, который есть в СМИ, да, ну, какой-то условный фильтр. Здесь этого фильтра нет, и практически любая информация попадает. То, о чем говорил Юрий, действительно в плане отбора это менее последовательная СМИ. Поэтому говорить о том, что даже вся благосфера в целом это такой надежный источник информации пока не приходится. Тоже можно вообще о разных СМИ говорить. Некоторые не спешат сенсации, а опубликуют этот факт позже, чем те, которые опубликуют этот факт, а потом уже непонятно, что с ним делать, и зачастую это на репутацию. Ну, а возвращаясь к нашей теме, у нас остаются четыре минуты. Может быть, коротко даю каждому слово, Дамиру, Юрию или Руслану. Ваши пожелания, ваши идеи? Ну, я, кстати, еще хотел бы сказать, напоследок мы, к сожалению, не успели обсудить, мы говорили только про рекламу, но при этом соцсети дают отличную возможность мониторинга, там, позитивного, негативного сообщения пользователя компании. Также соцсети позволяют нам провести какой-то первичный анализ аудитории там в том или ином регионе, который у нас есть. И помимо рекламных возможностей, соцсети предлагают огромный выбор других инструментов, которые также компания использует в рамках своего бизнеса. Для расширения, для стратегии выстраивания. Да, я бы хотел добавить, Руслан понял, очень правильную тему. Ну, то есть мы работаем, мы как компания артист, работаем на стимуляцию продаж, и часто видим, что реакция пользователя, его желание купить что-то или вступить в контакт с компанией, зависит от ее репутации. То есть одна из проблем и возможностей соцсетей в том, что сейчас каждый пользователь может написать и как негативное, так и позитивное отношение компании. И это формирует некоторый образ компании в глазах потребителя. Это происходит без влияния зачастую компании, несмотря на рекламу, несмотря на их пиар. Поэтому одно из таких важных моментов, то, что особенно крупный бизнес сейчас уделяет внимание, это, конечно, работа с репутацией. Постоянный мониторинг упоминания о компании в негативном ключе, в позитивном ключе. Как наша практика показывает, негативное сообщение, на которое была позитивная реакция компании, имеет больше позитивный эффект, чем тот негативный... Антиреклама тоже реклама. Антиреклама тоже реклама, в случае, если компания правильно обработала, потому что она в данном случае выступает как, наоборот, позитивный бренд, который борется за свою репутацию. Дамир, а можно обойтись без рекламных пиар-агентств пользователю? Или сложно будет, чтобы продвинуть себя либо компанию, либо ему самому заниматься продвижением какой-либо компании? Безусловно, можно. Никаких секретных знаний, таинств и тому подобного здесь нет. Это понятные алгоритмы. Другой вопрос, просто что с агентством, с компанией это обычно быстрее и эффективнее, потому что есть наработанные форматы. Но вполне можно самому изучать, формировать свой отдел, брать человека в штат, либо вообще самому лично этим заниматься. И есть большое количество примеров, когда люди развивали самостоятельно свой бренд, персональный, для какой-то дальнейшей его монетизации. А вы, как представители агентств и представители компаний, вы вступаете в контакт с какими-то популярными пользователями? Чтобы, может быть, они замолвили за вас словечко? Безусловно. Но не за нас, а за наших клиентов. Но безусловно. То есть большинство агентств есть пул лояльных лидеров мнений, с которыми можно организовать блок-туры, акции сэмплинга, другие какие-то мероприятия. Ну, а если вдруг вам что-то не понравится, и они будут гордиться своей независимостью, скажут, нет, ребят, вот вы меня накормили в пресс-туре, но у вас какой-то товар не очень. Я об этом буду писать. Не, ну я бы сразу хотел сказать, что обычно есть определенные пресс-листы, и то есть это все уже разграничено, и за это они получают свои деньги. За лояльность. Ну, кто как. То есть обычно закладывается, закладывается порядка 5% того, что будет негатив. Кто-то обязательно проявит свою принципиальность, и даже если ему все понравилось, он просто продемонстрирует, какой он независимый. Вот, с другой стороны, вот я вспоминаю пример Навального, перед выборами, вот просто какая-то мода началась на нелюбовь к Навальному. Каждый второй перепостил сообщения о его каких-то грехах в семилетней давности, и все говорили, что на самом деле это не тот, кто нам нужен, что вообще мы мэром города не должен быть великий такой человек, а нужен такой управленец, и неважно, какой он республики, пусть даже не москвич. У нас 20 секунд, я быстро вас представлю. Дамир Халилов, гендиректор агентства Green PR, Юрий Вайсман, гендиректор агентства Artex Internet Solutions, и Руслан Удин, большое спасибо, что пришли, креативный директор компании Bingo Boom. Надеюсь, не в последний раз будем следить за вашими успехами, и надеюсь, что вы будете следить за нами. Друзья, до свидания, это была программа ProDocs, меня зовут Александр Кошапов. До завтра, с двух до трех, на радио Finam FM.